Всем привет! Я Катерина, и я очень благодарна, что вы со мной. Мы продолжаем учиться учить английский язык, и сегодня я предлагаю поговорить о такой конструкции в английском языке, как used to. Давайте скажем used to. Вот именно в середине там used to. Сливайте used to. Окей. Смотрите, есть в английском языке глагол used, used, использовать, выкористовывать еще есть. Ну, например, я использую свой мобильный. I use my phone. Или, например, я пользуюсь ее помощью. I use her help. Вот эта конструкция, о которой мы сегодня поговорим, used to, она вроде бы похожа на used, но, скорее всего, связи нет. Потому что в английском языке вот эта конструкция used to, она воспринимается как модальный глагол. То есть это такая конструкция, которая переводится определенным образом и употребляется всегда в прошлом времени. Переводим мы ее таким образом. I used to означает я раньше. Вот, как правило, на русский язык переводится вот именно так. Я раньше что-то делала, а сейчас нет. Я раньше имел обыкновение что-то делать или имел обыкновение каким-то быть. Я вот раньше был такой, а сейчас нет. Или я раньше часто что-то делал, а вот сейчас нет. У меня раньше там что-то было, а сейчас нет. Вот именно, как правило, в русском языке со словом раньше это употребляется. Давайте приведем несколько примеров, чтобы нам было более понятно. Например, я раньше курил, а сейчас нет. I used to smoke before, but now I don't smoke. I used to smoke before, but now I don't smoke. Давайте переведем. I used to. Я. Ну, если по слову переводить, я имел обыкновение курить before, раньше. Ну, в русском языке мы скажем, я раньше курил. Имел такую привычку, я раньше курил. Но сейчас я не курю. Или, например, другой пример. У нее раньше были длинные волосы, когда она была ребенком, а сейчас, например, нет, короткие. Мы переведем это в английском языке как раз с конструкцией вот этой used to. У нее раньше были длинные волосы. У нее раньше были длинные волосы, когда она была ребенком, а сейчас у нее короткие волосы. She used to have long hair when she was a child, but now she has short hair. Давайте скажем. She used to have long hair. Еще раз. She used to have long hair. Окей. Теперь все вместе. Сначала я, потом вы. She used to have long hair when she was a child, but now she has short hair. Поехали. Окей, good. Вот это used to. Иметь обыкновение. Раньше что-то было. Например, раньше я путешествовал много, а сейчас нет, потому что lockdown. I used to travel a lot, but now I don't travel. Давайте скажем. I used to travel a lot, but now I don't travel. Поехали. И если мы хотим сказать отрицательное предложение с этой конструкцией, оно будет звучать так. Мы прибегнем к помощи слова помощника did. Ну, например, я раньше не курил. I didn't use to smoke. И use уже будет вот в такой форме. Used to. I used. I didn't use to smoke. Я раньше не курил. Или я раньше не был худым. I didn't use to be slim. Я раньше не была стройной. I didn't use to be slim. И если мы хотим задать вопрос, ты раньше катался на велосипеде по выходным, например? Мы спрашиваем вот так. Did you use to ride a bike on weekends? Видите, конструкция? Did you use to ride a bike? Use. Видите, в какой форме? Это в вопросе и в отрицании. Слово-помощник did и use. Вот три буковки. You, S и use. Давайте скажем вместе. Сначала я, потом вы. Did you use to ride a bike on weekends? То есть раньше ты имел такое обыкновение? Раньше ты катался на велосипеде в выходные? Отлично. Итак, это была конструкция used to. Я раньше что-то делал. Пожалуйста, приведите ваш пример предложения с used to. Я раньше что-то делал. Я раньше ходил в зоопарк в выходные. Я раньше ходил в зоопарк в выходные, а сейчас нет. Какое-то предложение, которое вам пришло в голову. Я раньше что-то делал, а сейчас нет. Напишите в комментариях, а я проверю. Благодарю вас, что вы со мной, что вы уделяете себе время и изучаете английский язык. Спасибо, что подписались на мой канал. Увидимся в следующих видео. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. Пока!